Как выбрать цвет губ? Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель сети школ, сети студии и первого прозрачного производства по пигментам для перманентного макияжа. Очень часто клиенты приходят и не знают, чего они хотят. В этот момент вы можете спросить, например, у вашего клиента, какую помаду он предпочитает. И тут вы тоже должны понять, что часто помада бывает очень контрастна. Если помада примерно как губы, просто делает их немного сочнее, это ок, нам подходит. Но если помада очень контрастна, то вы должны вашему клиенту объяснить, что перманентный макияж это не декоративная косметика и что вы подберете ему цвет губ, чтобы они выглядели, знаете, такие чуть более сочными. Возможно, вы прокрасите, измените немножко форму, возможно, даже вы их немножко увеличите, но вы не должны кардинально менять цвет губ. Потому что если вы все-таки это решите сделать, это должен быть абсолютно плотный помадный пластилиновый прокрас. Я, например, противница такого прокраса на губах, это очень много краски. Не дай бог там где-то пропустить там что-то, все пятна, все пробелы будут видны. А если вы подбираете цвет губ подходящий, ну то есть цвет краски подходящий под цвет губ, тогда это может быть такая полу даже прозрачная какая-то техника. Либо если вы меняете форму, то более плотная по контуру и сливающаяся со слизистой. Потому что реально цвет краски и цвет губ в общем и целом должны сливаться. Естественно, это не касается тех случаев, когда нам нужно использовать корректор, когда это какие-то очень темные губы или пятнистые, или губы с веснушками, или губы с пигментацией по периметру. В этом случае мы используем корректор, чтобы вот эту вот темную часть постараться нивелировать. И потом уже закрываем цветом, который подходит в общем по тону. Потому что даже у темных губ есть всегда вот здесь вот на слизистой видно какой у них оттенок. Иногда это какой-то холодный розовый, иногда это какой-то аж цвета фуксии, иногда это какой-то оранжевато-коричневый. И вы должны вот выбирать подходящий цвет под слизистую. Как вообще в принципе легко выбрать цвет? Вы можете любое приложение, в котором, ну вот типа например Color Picker, когда вы выбираете цвет, и у вас появляется такая палитра, и вы видите сразу. Вы можете несколько точек на губах выбрать, и вы поймете, что вот он этот цвет, и потом уже подходящий цвет в своей палитре подберете. Вам будет достаточно просто это сделать. Тут уже надо понять, чего хочет клиент. Например, некоторые приходят и хотят, чтобы было похоже на их губы, но просто немножко более пастельно, что ли, немножко более светло. Тогда вы берете этот цвет, как бы такой оттенок, но чуть более светлый. Или наоборот, вам нужно как бы из этой же оперы, только чуть более насыщенный. И также вы должны всегда помнить о том, что яркие темные цвета визуально сужают. Даже крупные губы можно в точку свести, если вы будете использовать какой-то темный насыщенный цвет. Поэтому чем меньше губы по объему, тем светлее должен быть оттенок, который вы подбираете. Ну, естественно, по возможности. Если у вас губы, которые требуются корректировать, то сначала вы плотно проходите корректором, чтобы изменить оттенок, и затем уже вы плотно сверху прокрашиваете все равномерно вместе с корректируемым цветом, основным цветом. Самый, наверное, мой любимый вариант, это когда сначала корректор, потом отпускаете, заживает клиент, он возвращается, вы понимаете, что корректор лег на правильную глубину, все хорошо, цвет изменился, и тогда по зажившим вы уже можете давать какой-то выбранный основной тон. Почему я так люблю делать? Потому что если вы корректируете цвет, вы можете не угадать с глубиной, и, например, оттенок не подойдет, или там что-то нужно будет еще откорректировать, мало цвета останется, и тогда вам придется делать это еще раз. Поэтому вот исходя из этого. Также я и на бровях, например, тоже рекомендую сначала пройтись корректором, чтобы все зажило, чтобы понять какой цвет, и потом уже подбирать что-то такое смягчающее, нейтральное, подходящее и по цвету к тому, что вы хотите в итоге, и по цвету к тому, что получилось после корректора. Ну, с губами, в принципе, та же самая проблема. Бывают губы такие равномерно холодные, ну, то есть у них, в принципе, оттенок свой розовый, он не теплый, и это будет видно на E-Color Picker, и, в принципе, сразу, когда вы видите вашего клиента. И вы понимаете, что ему нужен цвет, который немножко подтеплит его губы. Это не обязательно корректор, вы просто можете взять более теплый цвет по тону, и на этих холодных губах он будет выглядеть потом нейтральным, потому что, естественно, все краски, которые вносятся под кожу, когда заживают, они под кожей за эффекты тиндали, они выглядят чуть более прохладными. Но, если перед вами губы с пятнами, то есть, вот, как я говорила, это пигментация по контуру, или веснушки, которые жутко раздражают, или это какие-то этнические губы, на которых бывают прям темные пятна, то вы локально, плотно должны работать корректором только вот по этим пятнам, не выходя на кожу нормального цвета. Имейте в виду, потому что это будет зря, и на светлой коже корректор, если вы взяли какой-то лососево-оранжевый, например, он заживет слишком ярко. На некорректируемую область не выскакивайте. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, это цветотип вашего клиента, потому что, в общем и целом, условно можно поделить на две части, это холодные и теплые цветотипы. Холодные цветотипы – это лето и зима. Изучите этот вопрос, и он слишком глубокий, чтобы я сейчас вам о нем рассказывала. А теплые цветотипы – это осень, весна. И получается, что холодным цветотипом идут просто. Это, в общем и целом, про декоративность. Более такие контрастные, более яркие цвета. Но опять, не забывайте про размер губ и вот это вот все. Потому что мы не декоративные. Мы то, с чем утром просыпаемся, выглядим свежими, но не накрашенными. Теплым цветотипом идут более, они более такие сами по себе не яркие типажи, и им идут более такие мягкие какие-то пастельные оттенки. Но самое главное, что теплым цветотипом идут теплые оттенки. Вот именно, знаете, такие персиковые, коричневатые, морковноватые, какие-то вот такие розовые теплые оттенки. А холодным цветотипом идут, я сейчас утрирую, но условно холодные цвета, это там какие-то типа фуксии, сливовые, какие-то вишневые и так далее. Такая большая разница, как узнать свой цветотип. Есть огромная куча видео в интернете при помощи всяких платочков, которые прикладываются к лицу, в общем, чтобы вы определили, какие цвета вам в жизни идут. Потому что это очень важно, когда, например, на каком-то холодном цветотипе, типа зима, да, это когда белая кожа, черные волосы, холодные глаза, там какие-то голубые или там, может, даже черные. Но в общем, в целом, лицо очень такое контрастное и холодное, прям кожа с голубизной. Ты видишь какие-то красные, морковные, красные губы, это смотрится совершенно нелепо. И не дай бог такое сделать. То есть, если это помада ради эксперимента, ладно, можно. Но если это перманентный макияж, это совершенно неприемлемо. Поэтому обязательно подойдите глубоко к этой теме, изучите цветотипы, и вы поймете, в общем, кому какие цвета подбирать. Ну и пользуйтесь калориметром. Это очень прикольный инструмент. А, кстати, еще есть момент. Есть куча приложений по подбору губ, цветопомады. Вы можете их найти, и вы можете прямо сделать фотографию клиента и примерно подбирать, и примерно показать ему даже, как будет выглядеть сразу после, вот супер ярко. И когда заживет, там ползунком регулируется вот эта насыщенность. Будет вот такой остаток, например, прогнозируемый. И вы заодно сразу можете оценить, как клиенту идет, или не идет там какой-то цвет губ. Если вы работаете нашими красками, то у нас каждому цвету губному идет специальный гель, который абсолютно такого же оттенка, как и перманентный макияж, который вы сделаете. Просто вы можете его нанести прямо на губы, и клиент на себе прям в зеркале может посмотреть, ему нравится или нет цвет, который вы предлагаете. Это тоже очень удобно. В зависимости от плотности, вы можете просто совсем прозрачно нанести и сказать, вот акварельный результат вот таким примерно будет. Или вы можете достаточно плотно накрасить и сказать, что вот смотри, если будет помадный прокрас, то вот так будут твои губы выглядеть. Это все очень рабочие инструменты, и вы обязательно должны ими пользоваться, потому что губы это такая достаточно большая площадь и достаточно сильно влияющая на общее восприятие лица. Поэтому не совершайте ошибки на губах.